21 ноября отмечают Всемирный день телевидения. В честь предстоящего праздника сотрудники ОМОНа пригласили нашу съемочную группу в гости. Я едва стою на ногах, пока несколько сотрудников спецподразделения ОМОН, кружа как пчелы вокруг улья, надевают на меня стандартную защиту бойца подразделения и бронежилет. Как ребята сами экипируются, лично мне, непонятно. Ведь застегнуть, подогнать каждый элемент – задача, по крайней мере, для меня, нереальная. А когда в руки дают еще и дубинку со щитом, понимаешь, без отменной физической подготовки ходить в таких доспехах очень тяжело. Настоящие войны могут провести в такой амуниции целый день. Хрупкой девушке сложно в ней даже стоять. А ведь это даже не самая тяжелая экипировка. Кроме нее бойцы должны иметь при себе оружие и боезапас. Мы постоянно держим сотрудников в тонусе. Мы находимся в постоянной боевой готовности. В любое время дня и ночи может поступить сигнал, звонок, прийти беда в любой город нашей страны, не дай бог, или еще что-то. И весь отряд соберется в строй. На службе у ОМОНа есть и техника. Например, внушительная машина «Тигр», немного похожая на американский «Хаммер». На ней отряд ездит на боевые задания. Внутрь свободно помещается штурмовая группа – восемь человек. Наверху есть люк, куда устанавливается пулемет. Находясь в такой машине, чувствуешь себя героем боевика. В мурманскую базу ОМОНа съемочную группу пригласили не случайно. Небольшой экскурсией и памятными подарками бойцы решили поздравить журналистов с праздником – Всемирным днем телевидения, который отмечают 21 ноября. Рассказываем свои деятельности, чтобы наши граждане нашего региона, города Мурманска, понимали, чем мы занимаемся, какие мы задачи выполняем. Прежде всего, что мы выполняем задачи именно по обеспечению безопасности их жизни, деятельности. Работа ОМОНа, как поется в известной песне, опасна и трудна. Тоже можно сказать и про профессию журналиста.